Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Андрея Горгуленко. Мы работаем в прямом эфире. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Коротко о некоторых темах. Система квалификации вместо дипломов ради повышения производительности. В областном правительстве обсудили новый подход к подготовке кадров. На их руки можно положиться. В Самаре встретили призеров национального чемпионата профессионального мастерства. Эстетика кориды от двух признанных мастеров. Выставка работ ГО и Пикассо открыта для самарских любителей искусства. Современный рынок труда требует новой системы подготовки кадров. В стране формируется национальная система квалификаций. Результатом ее внедрения должен стать новый подход к подготовке специалистов и независимой оценке их квалификации. Как эта система внедряется в Самарской области, обсудили на заседании стратегической сессии. Лариса Шлафаст продолжит тему. Подготовка рабочих и оценка их квалификаций в стране выходит на новый уровень. Старую советскую систему активно меняют на современную. Модернизация экономики, быстро развивающиеся технологии и изменения требований работодателей стали предпосылками для формирования в России национальной системы квалификаций. Результатом ее внедрения должно стать вытеснение рынка дипломов рынком квалификаций и новых подходов к подготовке кадров. Это обновление является системной работой, которая может через какое-то время дать тот кадровый потенциал, который нужен и для новых национальных проектов, для решения задач цифровизации экономики. И вот новая система квалификаций – это, по сути дела, ступеньки той лестницы, по которой люди могут спокойно двигаться в своем кадровом развитии. И они получают четкие ориентиры, они понимают, какие требования им проявляются на рынке, они понимают, где можно свою квалификацию подтвердить. Советом по профессиональным квалификациям проведена большая работа в регионах. Созданы аттестационные центры. Самарская область – один из первых субъектов страны, которые включились в этот процесс. В начале года подписали соглашение, которое предусматривает вхождение Самарской области в серьезный пилотный проект по внедрению новой национальной системы квалификаций. Мы для себя, безусловно, предусматриваем с учетом того, что и губернатор ставит такие задачи обеспечивать предприятие необходимыми кадрами. А у нас большая часть, конечно же, предприятий Самарской области – это, скажем так, классическое, там, машиностроение, нефтехимия, автомобилестроение. Именно развиваться в эту сторону, создавать цехи по техническим специальностям. Участники стратегической сессии обсудили план развития национальной системы квалификаций на региональном уровне и сформировали предложение в действующее законодательство. Лариса Шлафас, Дмитрий Мешканцов, События. Четверть века на страже границ от контрафакта. Самарская таможня отпраздновала юбилей. Государственному органу в регионе исполнилось 25 лет. Таможенные посты работают на Автовазе, в Курумыче, в Самаре, Тольятти и Отрадном. Только за 10 месяцев этого года таможенники зарегистрировали более 38 тысяч разных товаров. С начала года ведомство перечислило в казну государства почти 17 миллиардов рублей. На помощь таможенникам приходят и современные технологии. 24 октября открыли первую в России электронную таможню, которая помогает сократить время для оформления товаров. В честь юбилея самарских таможенников наградили за успешную службу. 25 лет для новейшей истории это очень много. И самарская таможня, те контрольные показатели, которые были поставлены перед ним, все выполнены на 100%. Внешний торговый оборот области увеличился. Сейчас он составляет 41 миллиард. Это модернизация новых производств идет. Также таможня непосредственно курирует и сопровождает инвестпроекты. У нас достаточно хорошие конструктивные отношения с участниками внешней деятельности, потому что мы созданы для того, чтобы оказывать добропорядочным участникам внешней деятельности содействие в развитии их бизнеса, потому что они развиваются, платежи идут в бюджет страны. Далее коротко о других событиях дня. Самарскую ракету-носитель «Союз-ФГ» соединили с кораблем «Союз-МС-11», сообщает представитель «Роскосмоса». Старт запланирован на 3 декабря. Во время предыдущего старта «Союза» в октябре произошла авария. Связь прервалась через 6 минут после старта. Ракета потерпела крушение. Космонавты Алексей Овчинин и Ник Хейк живы. На перекрестке московского шоссея Ново-Вокзальной произошло ДТП с участием общественного транспорта. Автобус «Илиас» столкнулся с трамваем, который ехал по 11 маршруту. От удара вагон сошел с рельс, лобовое стекло автобуса разлетелось в дребезге. В результате ДТП пострадали 4 человека, 22-летний водитель трамвая и 3 пассажира автобуса. В Самаре произошел пожар на Южном шоссе около крупного торгового центра. Неподалеку от парковки загорелось кафе восточной кухни. Огонь охватил кровлю на площади 20 квадратных метров, сообщают в региональном МЧС. На месте работали более 20 пожарных и 6 спецмашин. Полностью потушить возгорание удалось через 40 минут. В Самарской области подводный охотник выловил огромную рыбу. Мужчина рассказал в интернете, что, как обычно, рыбачил в районе полуострова Копылова. Сначала выловил несколько окуней и щук, но решил нырнуть еще раз в поисках более крупной добычи. На дне и увидел большого сама. Взвесил гиганта уже на берегу. Вес улова 12 килограммов. О дальнейшей судьбе сама рыбак не рассказал. В ближайшие дни в Самарской области похолодает до минус 11 градусов, сообщает Приволжский гидромедцентр. Днем будет облачно. В большинстве районов небольшой умеренный снег. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха минус 2, минус 7. В ночь на вторник небольшой снег. Минус 6, минус 11 градусов. Лучшие в своем деле. Самарские профи вернулись с Абилимпикса, чемпионата страны профессионального мастерства. Сборную региона представляли 18 человек, и пятеро из них привезли медали. Призеров прямо у поезда встретил Сергей Кизоркин. Их встречают, как настоящих олимпийских чемпионов, с транспарантами, цветами и тортом. Призеры национального чемпионата профессионального мастерства Абилимпикс вернулись в Самару. Дмитрий Ветров массажист. Он вошел в тройку лучших в России. Его руки пока не золотые, но и бронзовые заслужить оказалось очень сложно, признался мастер. Конкуренцию в его номинации составили 24 специалиста. Студентка государственного колледжа Арина Кисурина не собирается ждать диплом, чтобы открыть свое дело. На Абилимпиксе она заняла второе место в номинации предпринимательства. Ее бизнес-план убедил судей в его жизнеспособности. Вернувшись в Самару, студентка решила открыть рекламное агентство. Арина Кисурина уверена, Абилимпикс – отличная площадка для воплощения идей. Самое интересное – это, конечно же, опыт. Это получение опыта, потому что в дальнейшем я как раз хочу связать свою жизнь с предпринимательством. Чтобы попасть в финал всероссийских соревнований профессионального мастерства, нужно было пройти региональный этап. 96 участников сражались за путевку в Москву в 57 специальностях. Лучшие защищали честь Самарской области среди полторы тысячи конкурсантов со всей страны. Абилимпикс – это некий мостик между работодателем и как раз-таки самим студентом, который ищет себя в будущем в той или иной профессии. Соревнования проходят на больших площадках, на которые как раз-таки приходят работодатели и своими глазами видят то мастерство, которым уже владел студент. И уже на этих площадках заключают с ними трудовые договоры, контракты. По итогам национального Абилимпикса самарские студенты завоевали пять медалей – три бронзы и два серебра. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События. Новый поворот. Самарские фотографы представили необычный проект. Это выставка-эксперимент, в ходе которого все авторы попробовали себя в совершенно новом направлении фотографии. Удалась ли задумка и что по этому поводу думают посетители выставки, узнал наш корреспондент. От красоты деталей насекомого к красоте души человека. Такой новый поворот фотографии совершила Наталья Шинкевич. Признается, не совсем легко было после макросъемки природы суметь отразить в кадре эмоциональное состояние человека. Вместе с другими фотографами она представила свои работы на экспериментальной выставке. Я думаю, что оценим не мы эту выставку, а, наверное, и зритель. Он своими ногами покажет нам, насколько это интересно получилось и состоялось. В любом случае, нам, как коллегам, было интересно посмотреть, кто что представит. Ну, наверное, не у всех все получилось так, как бы они хотели. Но, тем не менее, мы все старались. На выставке представили работы 21 автора. Они посвятили ее сразу двум событиям. Так они решили отпраздновать десятилетие своего союза фотографов и столетие Самарского союза журналистов России. Все это вместе сошлось, и мы делаем такой цикл выставок. То есть люди, помимо того, что они делают какие-то привычные, работают привычными для себя в жанрах, еще и несколько другим ракурсом. Это чудесная выставка, очень творческая, все-таки совсем другой взгляд. Казалось бы, люди делают репортажи, насколько художественная работа, насколько они трогательные, тонкие, чувственные, черно-белые, потрясающий там цикл. И Юр Стрелец, как всегда, бесподобен, дивный дыхал. В общем-то, я очень-очень рада, потому что это не просто выставка, это такой очень художественный проект. И поэтому не случайно он в залах музея. Работы фотографов открыты для публики в художественном музее до 9 декабря. И посмотреть их можно совершенно бесплатно. Анастасия Ерыгина, Василий Колдашов. События. Такие разные, такие похожие. В Самаре открылась выставка работ Франсиско Гои и Пабло Пикассо, посвященная искусству кориды. Вниманию зрителей представлены 130 работ. Анастасия Ерыгина узнала, что объединяет таких, казалось бы, непохожих художников. На одном полотне внимание к деталям и совершенные ими пренебрежения на другом. Здесь главная эмоция. Два знаменитых испанца, Гоя и Пикассо, множество своих картин посвятили кориде, без которой их родину представить невозможно. Но сделали они это совершенно по-разному. Это часть национальной культуры, которая предполагает и костюм, и это противостояние. Это так же, как испанская фламенко, которая тоже своеобразная корида с наступлением и отступлением, с победой и с поражением. И надо быть достойным как бы. Франциско Гоя создал серию работ «Тавромахия». Для него была важна правдивость. Он стремился изобразить события с фотографической точностью. Своё внимание он заострил на том, насколько жестоко и драматично корида. Работы Пикассо выглядят совсем иначе. Он ценит символизм того, что происходит на арене. Для Пикассо Тереодор – это воплощение пластики, человеческого тела. А бык – это сущее воплощение сил природы. Как можно было не прийти? Ногою. Ну, как можно было не прийти? Сами авторы говорят за себя, что понравилось всё. Понравилось всё, и когда спустились в этот зал, это, конечно, контраст. То есть одно и то же действие глазами двух, не просто людей, двух великих. То есть совершенно разные манеры. К сожалению, я вот здесь ещё в этом зале не всё посмотрела, но это вот просто восторг. Все 130 работ великих испанцев, представленных на выставке в художественном музее, можно будет рассмотреть до 20 января. После чего экспозиция уедет домой, в Москву. Анастасия Ерыгина, Василий Колдашов. События. А вот о чём мы расскажем в следующих выпусках. Долгостроев в регионе становится меньше, но остались самые сложные. В областном правительстве рассмотрели вопросы строительства нескольких объектов в Самаре и Тольятти. Необходимость детских садов говорит о высокой рождаемости. Глава города осмотрела строящиеся учреждения дошкольного образования. И на табло аэропортов напишут эти имена. До окончания голосования в рамках проекта «Великие имена РФ» остаётся меньше недели. На этом всё. Удачи вам. Увидимся.